Молочное животноводство, сельское хозяйство, производство мясных и рыбных продуктов, даже машиностроение. В Череповецком районе работает немало предприятий в разнообразных отраслях. Однако Судское сельское поселение остается одной из самых додационных территорий. За счет имущественных и земельных налогов формируется всего 30% бюджета и 2% приносит налог на доходы физических лиц. Выражаю большую озабоченность и в перспективах увеличения доходной базы поселения из-за отсутствия новых налогоплательщиков, из-за отсутствия средств в бюджете поселения, из-за того, что молодые силы уезжают в город, учиться в Питер, в Москву, в такие города. А мы остаемся спальным районом. Несмотря на уникальное географическое положение, наличие всех видов путей, инфраструктуры, малый и средний бизнес в поселении развит слабо. По информации специалистов, после закрытия деревообрабатывающей фабрики здесь осталось только два предприятия, незадействованных в сфере потребительского рынка. А проживают в поселении больше 6,5 тысяч человек. На территории субского сельского поселения в предприятиях и организациях занято чуть больше 400 человек всего. При том, что тухоспособное население – это более 2,5, почти 3 тысячи. И из этих 400 человек практически 200 человек – это субская колония поселения. То есть прекрасно понимаем, что рабочих мест в суде для жителей местных практически нет. Такая ситуация стала поводом для первой встречи, посвященной будущему поселению. Эксперты встретились с местными предпринимателями, чтобы обсудить возможные выходы из сложившегося печального положения. При этом специалисты готовы оказать любую помощь инициаторам бизнес-проектов. Мы, конечно, не сможем за вас идею от и до просчитать, но, по крайней мере, мы сможем вам подсказать то, на что необходимо обратить внимание при составлении бизнес-планов. Здесь у нас очень есть своя база бизнес-планов по различным направлениям. Например, начиная от сельского хозяйства, занимая проектами, связанными с переработкой и творческой бытовых подходов. То есть у нас есть эти бизнес-планы, и мы вам смогли, в случае заинтересованности, например, какие-то материалы и предоставить. В ходе первой такой встречи предприниматели не смогли предложить готовых идей по улучшению жизни в суде, однако выразили готовность обдумать все сказанное и вернуться к этому вопросу. Ведь от принятых прорывных решений сейчас зависит будущее поселения в дальнейшем. Возможно, увеличение бюджета, новые рабочие места, развитие инфраструктуры. Уже в конце ноября в суду планируют пригласить возможных инвесторов, которые смогут поддержать проекты малого и среднего бизнеса. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.